добрый вечер здравствуйте песня звучит не случайно потому что девушка которая исполняет эту песню сейчас у нас будет в эфире добро пожаловать присоединяйтесь все и слушайте музыку песню и участвуйте в нашем диалоге будет сегодня очень даже марина вижу вас вечер добрый эту правильную музыку слушаем в ожидании вас всем всем здравствуйте это песня нашей сегодняшней гости вот марина уже практически в одном шаге от нас а мы от нее сейчас я нажимаю на кнопку и раз два три добрый вечер марина да тимур привет меня слышно видно приветствую привет отлично отлично как раз таки это как в мультике про федора дяди федора вашу маму и там и и здесь показывать потому что ваши песни и вы вчера от вас видеть спасибо большое что нашли время я так понимаю вы сейчас где-то за пределами россии за пределами россии я сейчас время прекрасно я так понимаю это ваш второй город после москвы да второй или третий да если кто-то вдруг не знает да классно ну тогда значит жду в гости если кто-то марину не знает а пару слов скажу просто марина актриса фридайвер чемпион мира и многократный чемпион гиннесса и психолог еще при этом вот именно в такой последовательности у марина написано в инстаграме но конечно видео завораживает видео это какое-то просто я и человек который работает на телевидении для меня картинка она просто вот имеет большое значение а сейчас попробую найти это видео почему-то всегда а iphone видео куда-то убирает его нельзя найти сразу когда ты хочешь хотел показать ваши как это танцы под водой очень-очень красиво кто не видел посмотрите нет почему-то iphone не хочет чтобы это показывал ладно но в любом случае это реально вот чудо какое-то я потому что раньше знал что люди конечно же без маски под воду погружаются но не видел чтобы были именно танцы как у вас или какие-то вот такие положения своеобразные которые вы делаете для книги рекордов гиннесса ну вода это такой восхитительный элемент в котором хочется двигаться плавно гармонично хочется танцевать когда поет душа поэтому я наверно даже не могу по-другому в воде да интересно мне очень понравилось когда вы отдавали интервью вы сказали что главное вот в этом погружении свободном глава очень важно научиться быть свободным от мыслей и я скажу честно пытаюсь сделать с собой нечто подобное сейчас вот последние там несколько месяцев практикуюсь и хочу сказать честно что у меня практически но вот не получается потому что это вот какой-то казалось бы мысли убрать это как выключатель выкл вкл но это все очень-очень сложно почему так сложно марина но потому что наш мозг он привык работать в определенном режиме он привык постоянно иметь мысли планы строить двигать и так далее он работает даже во сне то есть мозг отдыхает крайне редко поэтому настолько важны медитации настолько важны такие системы и тренировки которые помогают нам мозг отключить для чего для того чтобы он успел отдохнуть и перезагрузиться потому что нам гениальные идеи вдохновляющие нас идеи приходят именно в тот момент когда мозг не загружен тысячами заданий и проблем когда он на секундочку свободен вот тогда есть возможность прийти потоку прийти тому истинному что мы действительно хотим и что мы можем реализовать а вы можете описать эти ощущения потому что я понимаю да медитация одна из составляющих еще какие там практики есть йогой можно заниматься то есть ты вот сидишь и ни о чем не думаешь да то есть это как чистый лист это как как вот что с чем можно сравнить это ощущение это ощущение можно сравнить с полной свободой когда ты не свободен когда голова свободна когда ты не являешься вот этим вот телом этим вот мозгом этим небольшим организмом а когда ты являешься всей вселенной одновременно вот ты сразу чувствуешь соединение со всем миром и энергетически вот как ты превращаешься в частичку и во все целое сразу да то есть это такой макрокосмос ты вселенная да очень интересно а я так понимаю ведь это нужно не только тем кто хочет погружаться но и в нашей такой обычной жизни все это очень даже можно сказать необходимо мы постоянно ищем смысл жизни мы ищем какие-то новые цели что-то достичь больше там работы больше денег больше чего-то а на самом деле это все эти цели они наш путь к тому чтобы мы поняли что мы являемся частью и целой вселенной чтобы мы это почувствовали а это почувствовать можно только через освобождение себя от лишнего всего вот этого вот мусора гонки и так далее поэтому это необходимо для ежедневной жизни потому что тогда нет никаких депрессий нет никаких зависимостей человек живет потому что он а счастлив он присутствует здесь в данном моменте не в каком-то там своем представлении а вот я еще это сделаю и тогда приветствует вас подписчики пишут что обожают вас с вилы абамелек правильно да а если а хотел бы вас воспользоваться своим служебным положением обычно я как-то вот пытаюсь сделать так чтобы всем было интересно но сейчас вот тот самый случай хотел посоветоваться сейчас одну книгу читаю и хотел узнать ваше мнение о ней джон кеха квантовый воин сознание будущего это как раз то о чем вы говорите я думаю это одно из направлений о чем я не читала но сейчас очень много литературы которая как раз вокруг вокруг всего это то есть это какая-то тема такая самый самый ну мне кажется одна из самых популярных потому что и в инстаграме много людей кто вот какие-то техники там дает учат всему этому и люди сами приходят к этому да согласна здорово но вот еще что меня поразило в видео это когда вы ставили один из рекордов гиннеса вы задержали дыхание на четыре там чем-то минуты в каком-то таком сложном положении с весом в 4 килограмма да несколько было рекордов так вот вы сказали мы перед началом беремся за руки за руки загадываем желание на то чтобы поставить рекорд вот это вот загадываем желание получается если хочешь что-то сделать нужно загадать желание оно сбудется все просто конечно все просто если ты веришь в это если ты все делали для того чтобы это сбылось то оно сбудется а не обязательно что он сбудется через минуту через 10 минут через год через двадцать лет но оно сбудется. Вот все мои желания, которые у меня были с раннего детства, они все рано или поздно обязательно сбывались в той или иной форме. Поэтому желать надо внимательно. А это еще... Да, то есть желания... Бывают такие истории, анекдоты, фильм был, трасса какая-то там американская, что ты желаешь что-то, а вселенная тебе посылает то же самое, только в другом каком-то варианте. То есть нужно быть внимательным и аккуратным со своими желаниями. Да, да, это факт. Интересно, здорово. Слушайте, хорошо, тогда у меня следующее еще есть направление в нашем общении, о чем бы я хотела с вами поговорить. Вот, смотрите, у вас несколько направлений, несколько составляющих вашей личности. Вот, предположим, вы на вечеринке знакомитесь с человеком, он говорит, Тимур, журналист, вы говорите, Марина, актриса или кто? Если меня не спрашивают, я вообще не говорю. А чем вы занимаетесь, то я почувствую, а что, какой аспект этому человеку от меня, из меня интересен. И скажу этот аспект. То есть у вас нет чего-то такого основного, что-то главное, все остальное второстепенно, все главное. Главное, то, что я живу. Это логично. Это самое главное. А все остальное, это смена декораций, смена костюмов, смена ролей. Это второстепенное. Но вот эти роли, они дополняют друг друга или они какие-то вот разные все, и это как вот в одном человеке может быть сразу несколько людей, так и у вас. Они все дополняют друг друга очень активно, они все переплетены, и все дают большую глубину каждой из этих ролей. Но для вас вот есть что-то любимое, что-то главное, что остальное за собой тянет? Ну, самое мое любимое, это, конечно, сниматься в кино. Это вот самое такое большое любимое. Ну, и к этому самому большому любимому сразу идет обязательно вода, обязательно мои любимые студенты, обязательно психологи. Оно такое цельное, его не разъять. Кстати, вот сейчас Джеффри Мофф комментирует, это мой студент, тоже очень любимый, и он был моим главным сейфси на вот этом вот рекорде Гиннесса, на котором мы держались за ручки. Так что, Андрюшин... А, он, то есть, был вашим как спасателем, спасителем, если так, чтобы понятно было. Главным ответственным за безопасность. Он всех курировал, за всем смотрел, и меня провожал и встречал. Кажется, человек просто погрузился под воду, задержал дыхание, ну и все, молодец, действительно сложно, но там еще получается очень... Технология такая сложная, безопасность важна и так далее, да? Ну, конечно, безопасность это прежде всего. Вообще, мы, фридайверы, никогда не ныряем одни, обязательно должен быть партнер. А на рекорде у меня было трое страхующих, ну, на всякий случай, потому что это рекорд, это когда человек идет на максимум, нужно, чтобы все прошло хорошо. А вот эти рекорды, вот ради чего их ставят? Вы ради чего их, ну, вот, ставите все эти цели? Первый свой рекорд я поставила ради реализации своей детской мечты. Когда мне было 7 лет, я помню, мы читали книжку с папой и сестрой, читали книгу рекордов Гиннесса, и там были какие-то безумные совершенно рекорды, какие-то неимоверные люди, и казалось, что это такое, какой-то совершенно другой мир, где-то там за облаками, это какие-то небожители, что это вообще нереально невозможно. И вот зародилось, что внутри, что, ой, а как хочется тоже туда, в этот мир. То есть то самое желание, о котором вы говорили. Да, да. И первый рекорд в 16-м году, вот он как раз передо мной, да, в рамочке стоит, мне предложили его сделать. Мне предложили его сделать Габи и Косты на Бонере. Это самый длинный проплыв в горизонтале в открытой воде. И я его делала именно как реализация своей детской мечты. А когда я его уже сделала, пошли отклики. Марина, спасибо тебе огромное за рекорд, ты меня вдохновила, например, на зарядку, а ты меня вдохновила на то-то, на сё-то. Я поняла, что людям это нужно для некой мотивации, для некого вдохновения. Поэтому я это делаю вот каждый год для того, чтобы сказать, ребята, ваша жизнь в ваших руках. Делайте, что вы желаете, реализуйте. И это приносит радости вам и окружающим людям. Ну и вас это тоже, конечно же, мотивирует. Конечно, меня это мотивирует. Но особенно вот крайний рекорд меня очень мотивировал, потому что была моя команда. Я как раз проводила семинар по психологической подготовке в Y-40. Это самый большой, глубокий бассейн в мире, мой любимый. Я там провожу семинары два-три раза в год. И мои ребята, вот часть из Москвы, которых я тренирую регулярно, и часть из разных стран, они все вызвались мне помочь. И мы прямо стали таким ядром, такой командой. Потрясающее ощущение именно от вот этого вот с чего-то совместного, какого-то рождения чего-то нового вместе. Пишут, у вас глаза горят. Это очень круто. Согласен, потому что я много общаюсь с людьми. И вот энергия, которая от вас исходит, и она настолько позитивная, настолько добрая. То есть вы говорите вроде негромко, но вот выражение лица и какой-то вот тембр голоса, он, конечно, завораживает, честное слово. Спасибо. Хочется, да, пожалуйста, узнать у вас следующее. Вы начали свою карьеру актрисы, очень интересно, если вот все правильно написано. В 15 лет вы взяли паспорт своей сестры и с этим паспортом пошли на пробы. Так? Я пошла на пробы без паспорта, но когда режиссер меня выбрал, я ему сказала. Мне 15 лет, но у меня есть паспорт с сестры, ей 18. Он такой, да, никому не говори. Так что это большой секрет. Об этом никто не знает. Вот, да, это было так. Это было в Москве? Нет, это было в Италии. В Москве было 15 лет. А в Италии, чтобы сниматься несовершеннолетнему, там нужно было тогда за полгода запрашивать разрешение. Ну, где полгода кастинг и съемки? Поэтому просто не было такой возможности временной. Но все равно сейчас вы снимаетесь больше в России, чем в Италии. Не могу так сказать. Я снимаюсь и в России, и в Италии, и в Англии, и в Америке, и на Таити, и по всему миру. А где вам больше нравится сниматься? Где интереснее? Я очень люблю сниматься в России. Очень. Потому что у нас еще сохранился тот энтузиазм, та команда, то желание съемок. В Америке все очень отработано, и вот этого энтузиазма я особо не вижу. Люди ходят на работу, зарабатывают деньги. А я не хожу на работу, зарабатывают деньги. Я хожу на работу, самореализовываться, наслаждаться процессом, получать удовольствие. Момент денег, он приходит замечательно, но он не является вообще первостепенным. А вот Америка, она прям совсем деньги-деньги. В Италии сейчас кино такое вяло текущее, такой странный процесс. Ну так. Традиция потеряна? Традиция? Традиция итальянского кино. Традиции растрачиваются, да, к сожалению. Но в прошлом году, например, мы снимали на Сардинии фильм с сардиниевскими комиками «Два брата». Они делают фильмы для себя. Они делают свои фильмы для себя со своими друзьями. И, конечно, там был и энтузиазм, было ощущение семьи. Мы всегда завтракали, обедали, ужинали все вместе. Обсуждали все моменты, все вопросы. И вот это мне очень понравилось. Но это такой редкий случай, такого между собойчика. Кстати, этот фильм вышел в Москве зимой. Как называется? Я не помню, как по-русски вы перевели. Совсем не так и по-итальянски. По-итальянски «Коммен анчи фосса ундо мани». Как будто нет завтра. То есть, живи сегодняшним днем. Как будто нет завтра. Там два друга или три друга? Там два брата. А, брат, нет, я смотрел. Семь разных эпизодов. Ну, такие комические эпизоды. Посмотрю. Спрашивают, какая роль у вас самая запоминающаяся? Бедная Настя? А какая роль самая любимая? Запоминающаяся. Для меня или для зрителя? Для вас. Каждая новая роль – это каждый новый роман. Это каждая новая любовь. Понимаю. Любовь самая запоминающаяся. Да. Первое. Ну, не обязательно. Вот каждая роль – это что-то свое. Это что-то другое. Там у меня есть роль, где я играю, ну, такую стерву, что просто страшно себе представить. Вот. Я ее тоже очень люблю, потому что она совсем не такая, как я. А бывают роли более такие романтичные, более близкие. В общем, каждый фильм – это новая любовь. Это что-то свое. В каких странах Европы больше возможностей для наших актеров? Дзен спрашивает. Для наших актеров есть возможность, если актеры говорят в совершенственном языке. Если они не говорят в совершенственном языке, то тогда можно метить только на фильмы с акцентом. Фильмы с акцентом в основном – это Америка и Англия. Вот вы сказали, что в России еще есть энтузиазм, когда снимают фильмы, но при этом все-таки большинство, наверное, хотят смотреть американские фильмы, а не российские. Почему так? Потому что низкий уровень сценариев, потому что маленькие бюджеты. Наверное, поэтому. Ну, то есть не потому, что актеры где-то лучше, а где-то хуже. Дело не в актерах. У нас есть настолько обалденные актеры. Дело именно в сценарии в России – это слабость. Об этом говорят все продюсеры. И реально очень сложно найти сильный сценарий. Когда есть сильный сценарий, есть сильный актерский состав, хороший режиссер, бюджет, то, конечно, получат классные фильмы. Вы человек, который умеет быть в гармонии с окружающим миром, чувствовать вселенную. Скажите, а для вас важна оценка окружающих? Важно признание как актрисы? Мне важна поддержка окружающих. Мне важно то, что я делаю. Для кого-то нужно и полезно. Это дает мне большую мотивацию и большую радость, и большую энергию. То есть, все-таки имеет значение… Да, но смотрите, если будут какие-то оценки негативные, будут вам в Инстаграм писать, еще где-то, что в критике говорят, что фильм, скажем, хороший, а вот вы сыграли плохо. Вот это будет влиять на ваше самоощущение, на самооценку? Я, конечно, поинтересуюсь, а что именно плохо, как плохо, пересмотрю. То есть, если это конструктивная критика, то я ее с удовольствием приму и разовьюсь дальше. А если это просто критика без конструктива, вот все мне не нравится, ты плохо играешь и так далее, ну, это не моя проблема. То есть, все-таки вы разделяете. Почему я спрашиваю? Потому что вот то, что я сейчас читаю, учат в этих книгах жить в некой такой гармонии со Вселенной и условно абстрагироваться вот от этого мнения общества, потому что у всех свое мнение, каждый считает, что это важно, а это не важно, это хорошо, это плохо. При этом все равно, мне кажется, актер – это такой человек, который вот питается, если не любовью, ну, журналистов, вообще публичные люди, он питается некой такой поддержкой своих зрителей. И поэтому мне было вот интересно узнать, как вы здесь находите вот этот баланс, эту гармонию, о которой говорите. Поддержка зрителей, конечно, очень важна, потому что, ну, например, мы в театре находимся, и со зрителем у нас одно энергетическое поле, и мы работаем этой энергией. И также в кино вы тоже… Если вам нужно ответить, вы можете ответить. Это не мой телефон вообще. Вот. Дочери, понятно. Поэтому, конечно, вот этот обмен, он очень важен. И мне очень важно еще выслушать зрителя, что не так, как не так, потому что любая критика, которая приходит со стороны, в ней можно всегда найти что-то, что поможет стать лучше, пойти дальше, копнуть в боже. Ведь наша жизнь – это постоянная учеба и работа над собой. Вот. Но какие-то вещи, в которых я не могу ничего найти, я их просто спокойно оставляю. Это тоже, кажется, мне умение, вот уровня дзен, что негатив нужно разделять на позитивную, то есть на критику конструктивную, и просто людей, которым нечего кому-то сказать, они говорят поэтому кому-то могут, и вот абстрагироваться от этого. Я не очень представляю, как это можно сделать, скажу честно. Тяжело, то есть это. Ну, у меня был очень интересный комментарий, как-то я делала шоу русалок в Дубай-моле, вот в этом огромном аквариуме 50-метровом, и есть небольшое видео на YouTube-канале, и какая-то девочка написала, вот это, вот эти вот русалки, они вообще не имеют плавать, а с зеленым, это я, с зеленым, вот, вообще у нее сгибаются коленки, и вообще непонятно что, я бы лучше проплыла. Вот, и я так удивилась, и я ответила ей, «А пришлите, пожалуйста, в свое видео, как вы делаете русалок, мы у вас поучимся». Вот, после чего была пауза, я написала, «Ой, я пересмотрела видео, нет, вообще русалки классные». То есть, да, я вот тоже с этим сталкиваюсь в Инстаграме, а люди сначала пишут, и вроде тебе кажется, что это какой-то негатив, но когда ты начинаешь с человеком разговаривать, вот он, на самом деле, к тебе очень может даже хорошо относиться, и хотел как-то вот порадоваться за тебя. Но вот у нас это какое-то национальное, наверное, качество. Сначала мы либо покричим, либо поругаемся, а потом уже будем обниматься, признаваться в любви. Да, есть у нас такое. Пишут здесь, «Как соскучились по закрытой школе». И это уже не один раз. Здравствуйте, я вас обожаю, у вас такой же голос закрытой школы. Видимо, это самый такой запоминающийся. Ну, это вот подростковый такой сериал, «Закрытая школа». Он большой. Сейчас его по СТС повторяют, поэтому много людей, которые его любят. Если память не изменяет, там достаточно громкая была премьера, и много о нем говорили, когда он вот только начался. Да, он очень такой громкий. Это, кстати, испанский формат. Это не наш этот самый сценарий. Это испанский формат, адаптированный, переведенный. Очень часто такое бывает. И, мне кажется, вполне нормально. Потому что британцы тоже придумывают не все сами. Вот знаете, хотелось бы вас еще спросить. Вот на ваш взгляд, успех – это что? Как его можно оценить? Чувствуешь себя на гребне волны. Вот вы серфом занимались когда-нибудь? А если ничего? Я нет. Я сейчас на это самое... Если ничего слышно. Пэдл серф. То есть я гребу на серфе с веслом. Надо попробовать серф с волной. Тогда... У нас какие-то проблемы со связью, видимо, в Италии, или в Лондоне, или в Москве. Кто-то решил, что хватит нам общаться. Раз, два, три, четыре, пять. Марина, мы вас не слышим, но вы не отключайтесь. Я думаю, сейчас пройдет вот этот момент, и все будет хорошо. Успех, когда с собой доволен пишет. Это, да, трудно согласиться. Но у каждого свое определение успеха, поэтому мы как раз-таки об этом... Марина вышла, вернее, ее сбросил в Инстаграм. Я думаю, может быть, еще у нас будет одна попытка. Да, вот она. Как раз-таки на разговоре про успех у нас связь пропала. Но это вообще ничего не значит. Кстати, на то, что мы обращаем внимание, тоже влияет, ну, либо космос, либо мы потом, исходя из этого, делаем какие-то поступки. И снова здравствуйте. То есть успех — это когда ты на гребне волны. Да. Это не длинный миг. Вот ты едешь на волне, ты не можешь быть на ней стабилен, потому что она такая мощная, тебе нужно лавировать, чтобы ее догонять. А потом ты падаешь в воду. А потом ты снова выгребаешь, снова находишь свою волну. Это такой очень интересный процесс. Вот у меня в заметках есть там разные цитаты, которые я иногда смотрю, чтобы мотивировать себя. И здесь про успех тоже только что нашел, вспомнил. Успех — это способность терпеть одну неудачу с другой, не теряя ни капли энтузиазма. Да, и это тоже. Здорово. Но вот мне тогда хочется только оттуда понять, как вы все это совмещаете? Потому что, чтобы быть актрисой, нужно много времени, нужно учить роль, нужно самосовершенствоваться. Чтобы заниматься фридайвингом, время нужно, мне кажется, еще больше. Но при этом вы психолог, и делаете еще занятия личные с аудиторией, с теми, кому это интересно. Вот как вы все это совмещаете в своем, я не знаю, ежедневнике? С радостью и легкостью. Это единственный вариант. Иначе никак. Ну, то есть вы делите день на слоты или как пойдет? Я живу в потоке. Делить день на слоты очень тяжело, потому что бывает, например, после съемки, после спектакля, или после психологического консультирования, или после семинара, организм устает, все, устал, точка. Дальше пойдет использование своего внутреннего ресурса, который потом долго восстанавливается. И нужна пауза. Вот нужно все, раз, и я в паузе, я отдыхаю. Если этого не дать организму, он заболеет. Поэтому если выстраивать жесткое расписание и так далее, во-первых, не всегда все получается, потому что бывают разные перехлесты, особенно сейчас, сколько съемок отменено и так далее. А во-вторых, просто организм может... Поэтому у меня такой поток, перетекающий одно в другое, и когда есть возможность на отдых, на расслабление, на занятие какими-то другими делами, не относящимися к работе. Как раз про отдых. А как выглядит ваш отпуск? Он бывает? Он иногда бывает. Вот сейчас у меня что-то типа отпуска. Могу рассказать просто день. Сегодняшний день. С утра мы погнали 20 километров на велосипедах, поплавали в волнах. То есть вы до моря доехали? Ну, я сейчас, в принципе, живу на море, поэтому мы вдоль моря поехали. Потом были там какие-то дела, и вечером еще был велосипед, велосипед, ныряние, плавание и серф. Кайф. Кайф. Море ваше все. Еще азартные, азартные игры были. Какие? Азартные игры. Мы с мамой резались в... Ну, сначала в Ово. Это такая тактическая игра. Ово? Очень. Ово, да. Это итальянская такая игра, где нужно там перейти с одного поля на другое и вернуться назад, используя фишки противника. Ну, скажем, там что-то типа шашек. Так, ориентировочно. И еще... Как же это называется? Не, не вспомню. И еще одна игра на поле шахмат, тоже с фишками. Вот я жутко азартный человек, когда вот нужна тактика, стратегия, есть партнер, есть эмоции. Ужасно люблю выигрывать. Для меня это прямо... А если проигрываете, сильно переживаете? Я начинаю над собой немножко подкалываться и смеяться. В детстве очень сильно переживала, просто невыносимо. А сейчас это... Ну, окей, значит, есть с чем дальше учиться. Последняя часть. Вот у меня вопросы короткие очень. Выберите, пожалуйста, рыба или мясо? Рыба. Утро или вечер? Утро, рассвет. Спектакль или концерт? Спектакль. Мое самое любимое блюдо? Я очень люблю есть. Все. А чтобы быть счастливым, нужно... Нужно быть счастливым. Повесили на стену. Спасибо вам большое, Марина. Очень приятно было познакомиться. Удачи вам во всех ваших вот этих начинаниях, делах и во всем. Спасибо большое за общение. Симур, вам спасибо огромное. Такая подготовка и песня сначала, и столько вопросов таких интересных, и такое изучение вообще всего. Это очень приятно. Спасибо. А я, да, я, знаете, я каждый раз как будто вот погружаюсь в этот мир, и очень интересный сегодня был мир. Я бы даже сказал волшебный, если честно. Спасибо вам. Спасибо. Ребята, всем привет, всем даю, всем пока. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. Bye-bye. Если бы сейчас был не вечер, то, наверное, я бы окрыленно куда-нибудь побежал что-нибудь делать, потому что, ну, согласитесь, Марина заряжает энергией. И вот общение — это, может быть, то, что любят далеко не все, потому что есть личности, для которых общение — это очень тяжело, знакомство, какие-то нужно вопросы задавать, отвечать на эти вопросы. Но согласитесь, вот когда ты общаешься с такими людьми, то общение — это лучшее, что может быть в этой жизни. Я надеюсь, что для себя, друзья мои, вы сделали какие-то выводы, потому что те вопросы, которые я задавал, я задавал с расчетом на то, что вам, нам все это пригодится, потому что действительно Марина, она вот научилась жить в гармонии с собой, в гармонии с этим миром. Посмотрите на ее канал в YouTube, обязательно зайдите на этот канал, посмотрите ее ролики. У нее есть свой сайт, и там тоже очень интересные занятия по... Как это правильно сказать? По медитации, да. Такие вещи, они как крупица, знаете, или как какие-то сокровища. Ты их собираешь, а потом у тебя клад. Вот это тоже наш клад. Пять минут общения с Мариной, наверное, выпрямляет год кармы. Это Джеффри, который ее знает лично. Джеффри, согласен. У нас, представляете, как мы карму сейчас нашу улучшили, выпрямили на сколько лет вперед. Все, друзья мои, хорошего вам вечера, приятных снов. Если не спится, то хорошего дня. Пока.